В этом году морскому направлению обучения кадетского корпуса исполняется 20 лет. В честь юбилейной даты Черноморское военно-морское училище преподнесло тамбовским защитникам Отечества небольшой подарок. С его помощью подрастающие моряки смогут четко понять, что же их ждет на будущей службе. В военно-морском флоте всегда начинали моряки схождение вот такой шлюпки. Это Ял-6. Цифра 6 обозначает количество грибцов в лодке. Шлюпка снежна парусным выражением, способна ходить под парусом и на веснах. Используется в программе морского многоборья как основное средство – гоночное. Лодка не один год проходила под севастопольским парусом. Однако все еще находится в полной боевой готовности. Прежде чем оказаться в Тамбове, она преодолела более полутора тысяч километров. Добираться пришлось по автомагистралям. Помочь в вопросе транспортировки добровольно вызвался один из родителей выпускников военного училища. Доехали до Севастополя в училище. Были выведены 10 курсантов для погрузки Яла. Погрузили на прицеп, закрепили. Весла, мачту, парус. Ял был полностью укомплектован. Сотрудники ГАИ, которые устанавливали, интересовались, откуда Ял, куда Ял. Но когда узнавали, что Ял передан в дар кадетскому корпусу, чтобы дети развивали свои возможности, навыки, обучались шлюпочной практике, то вопрос все снимались. Эта лодка не только символ дружбы, но и символ сотрудничества. Так, кадеты морского класса имеют возможность проходить шлюпочную практику на базе Севастопольского военного училища, а также могут продолжить обучение в данном учебном заведении. До конца зимы новобранец Тамбовского флота будет стоять на ремонте. Готовить лодку к боевому крещению кадеты будут самостоятельно. А уже в мае планируется спустить шлюпку на воду, чтобы начать подготовку к международным соревнованиям в Санкт-Петербурге. Павел Филатов, Валентин Толстых, Инга Андреева. Область новостей. Валентин Толстых, Инга Андреева.